Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» студии Сергей Медведев. Сегодня, как всегда, по понедельникам у нас совместная программа «Археология Форбс» и мой соведущий сегодня Роман Баданин, шеф-редактор сайта журнала Forbes.ru. Добрый вечер. Ну и тема, собственно, у нас подсказана самой жизнью. Я думаю, не могла она пройти мимо вас. В России открыт сезон охоты на крупную дичь. Объявлена борьба с коррупцией, как новая большая государственная компания. Они зашатались высокие кресла, заметали сильные мира сего. Кажется, никто уже не обладает иммунитетом. Даже партнеры Путина под дзюдо. Вот сейчас в Петербурге, как я понимаю, там затронули партнера, владельца клуба, где дзюдо, где Путин является президентом. Все это в связи с раскруткой вот этого трубного дела в Петербурге. Ну, вы знаете, вот возникает вопрос, насколько все это системно. Является ли это некой такой компанией, которая пошумит до Нового года, потом мы все благополучно разбежимся на каникулы, а после Нового года вернемся с каникул, так сказать, протрем глаза. И, собственно, потоки перераспределены, чиновники поменяли места, и жизнь пошла дальше своим чередом. Или это все вообще может быть как некий такой рестлинг, знаете, американские большие атлеты, там, Халк Хоган такой усатый, они друг друга мочат, кидают, но потом уходят за кулисы и потихоньку делят деньги, полученные за эти показательные выступления. Или, может быть, самое страшное предположить, что все это вообще не имеет никакого смысла. Так же, как не имеет смысла последние постановления Госдумы, этот так называемый взбесившийся принтер. Может быть, это просто следствие признаки распада системы и нарастающей всеобщей энтропии. В общем, много вопросов. Давайте об этом во всем поговорим. Могут ли пчелы всерьез бороться с медом? Может ли российская система всерьез бороться с коррупцией? Наши сегодняшние гости. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левадо-центра. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. И Любовь Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, вот, собственно, вопрос. Как вы интерпретируете все это происходящее? Что это? Великий и ужасный Путин 2.0 проявился? Алексей, ваше мнение. Ну, я вот пришел не для того, чтобы высказывать свое мнение, я хочу здесь оперировать тем, что мы знаем о мнении российского населения, его отдельных частей. Вот. Что касается публики в целом, так сказать, в среднем, ну, для нее пока это все вещи, которые она не склонна воспринимать, так сказать, всерьез, или вернее, воспринимать за чистую монету. Вот, что взяли и решили бороться с коррупцией. Публику не убедили все те усилия, да, усилия, какие в СМИ, так сказать, предпринимались. Они пока, на сию минуту, они, такой, я бы сказал, парадоксальный эффект имели, они, как бы, указали, что, ну, просто чистота, я так думаю, что чистота указаний на такие коррупционные акты и так далее, она, вот она сыграла свою роль, да, что коррупции стало больше. Восприятие, ощущение, когда все видели эти золотые унитазы, концерты Дженнифер Лопес. Да, люди, ну, такие вот, не обладающие специальными знаниями, которые сами не могут, в общем, считать чужие деньги, они, вот теперь увидели, ох, вот, значит, вот коррупции стало больше. И что, наверное, не входило в замысел, я так думаю, не входило в замысел создателей этих вот медийных, так сказать, материалов, в общем, это ложится на Путина. То есть, бьет, 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 бьет рикошетом, это все. Да, вот при Путине коррупции стало больше. О том, что это так, это свидетельствует наши опросы. Да, вот не Путин коррупцию стал искоренять, ее становится меньше, а ее, вот, оказывается, при нем стало больше. Ну, а почему, ну, это тоже можно как-то сказать. Ну, да, об этом мы еще, о реакции общества мы поговорим. Народ может найти обеспечить. Сергей, вы удивительное слово применили для того, чтобы задать вопрос о системности того, что мы сейчас имеем. Вы применили слово охота. Охота может быть системной, если воспринимать ее, ну, там, в брежневском варианте, когда сидят три человека, им по каналу выводят лося. Да, 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 егеря подводит. Абсолютно системно убивают. В нормальном значении слово охота не может быть системной. Ты выходишь в лес, а дальше тебе повезет, не повезет. Ты встречаешь подраненного, больного и его убиваешь. Так и здесь. То есть случилось что-то, что носит выборочный характер. Вы понимаете, как бы на этот вопрос, вот мы здесь собравшись, наверное, и не должны отвечать. На него лучше всех ответил Сергей Борисович Иванов. Вот когда была история с хищением, по-моему, 6,5 миллиардов на Глонасе. На Глонасе, да. Сергей Борисович Иванов на следующий день вышел и сказал, ну, не буквально, но почти следующее. Я два года знал про эту историю, но мы решили придать ее огласке именно сейчас. Вот вторая, иллюстрирующая этот эпизод, история, рассказана нам была про Романа Панова, это вот бывший заместитель Басргена, министра регионального развития. Нам рассказывали буквально следующее. Как известно, его, значит, он, кстати, под арестом, его арестовали за то, что были хищения при заключении договоров на технический надзор строящихся зданий на острове Русский. Так вот, а также за то, что были некоторые нарушения при финансировании. Про это говорили, знали в аппарате Шувалова, который курировал стройку АТЭСа, примерно, ну, там, за полгода до саммита. Более того, ФАС по Приморскому краю проводил расследование, где все эти данные перечислены. Было принято решение не, так сказать, омрачать большой саммит такой историей. Поэтому, ну, как бы, они ответили за нас. Эта компания не является закономерной, она не является системной, она является выборочной и приуроченной к настоящему моменту. Почему к настоящему моменту? Вот, наверное, это один из вопросов, на которые нам предстоит отвечать. Любовь, у вас есть какие-нибудь предположения? Ну, полностью согласна с тем, что сейчас говорили. Хочу сказать, что такое антикоррупционная компания. Если говорить про антикоррупционную компанию, считаю, что ее сейчас нет. Нет вот этой системной борьбы с коррупцией, но есть компания. Компания — это совокупность мероприятий, направленных на достижение какой-то определенной цели. Вот цели борьбы с коррупцией в этих мероприятиях нет. Цели, какие преследуют власти, сейчас могут быть разные. Это поднятие рейтинга. Собственно, игра на таких общественном интересе, общественном запросе, который сейчас есть по борьбе с коррупцией, это внутриклановые, внутри какие-то элитные разборки тоже может быть одной из целей. Но целью борьбы с коррупцией системный характер нет. Действительно, она носит выборочный характер. Конечно, таких бенефициаров, как Сердюкова, их не сажают. Они остаются за рамками вот этих следственных разных действий. Сажают чиновников в другого порядка. Ну да. И вот эти инструменты, которые должны применяться в системной работе, их нет. Новые не создаются. Инструмент через освещение каких-то коррупционных дел СМИ тоже работает очень плохо. И совершенно не является демократическим в этих ситуациях. Потому что идет очень однобокое освещение событий. Такая именно травля, именно такая охота. Но совершенно это не системная борьба с коррупцией. Слив информации через Мамонтова. Причем достаточно однобокое и одностороннее. Алексей, да? Да. Я во многом согласен с тем, что вы сказали. Я прошу только отметить, что вы сказали так, как само собой разумеющееся. О том, что существует запрос на борьбу с коррупцией. Что вот он сейчас существует. Он или существовал всегда, потому что всегда люди, простые люди думали, что вот хорошо бы, чтобы коррупции не было. Сейчас ничего специального в воздухе и в жизни общества нет, чтобы вот потребовать. Нет. Вот теперь давайте мы искореним коррупцию. Навальный, может, все-таки создал какой-то контекст в течение последнего года, что большее стало. Или мы это говорим там в рамках нескольких миллионов человек, которые читают блок Навального. Да, я думаю, что, понимаете, Навальный создал запрос на другое. Навальный и его коллеги, те, кто, те, за кем выходили там на площадь, да. Это был запрос не давайте вот этих коррупционеров сейчас к ногтю, а давайте сделаем другую жизнь, где этого всего не будет. Вот это, на это запрос есть. И, причем, это, ну, как бы документировано нашими исследованиями. Этот запрос появился, этот запрос, что очень, может быть, неожиданно прозвучит, этот запрос был адресован Путину, если говорить о массовых слоях. Его связывали когда-то там, какие-то группы связывали там с Медведевым, и это была очень слабая, так сказать, надежда, потом все это кончилось. Но такой запрос был по отношению к Путину. Давайте построим, так сказать, человеческую жизнь здесь и сейчас. Вот вы приходите, так сказать, на свежее место, вот, это не произошло. Это было, надо сказать, сильной фрустрацией для широтих масс. Ну, но это, повторяю, это не... А не было ли, вот не чувствуете, может быть, я шире, это сформулируя, запрос на честность, который появился вот особенно вот ровно год, да, между прочим, у нас же годовщина сегодня, да, 4 декабря. Год, собственно, всему вот этому движению, которое мы тут чуть ниже недельно освещаем в нашем эфире. Вот, и появился этот запрос на честность, в том числе, это не только выборы, не только фальсификации на выборах, не только коррупция, это, скажем, и парковки, и мигалки, и, так сказать, отсутствие особых статусов для каких-то категорий граждан. Ну, хорошо. Хотите, я отвечу, да? Да. Значит, что касается честности, запрос на нее существовал всегда, и когда мы просили перечислить качество лидера, то на первом месте стояли слова или честность, или порядочность. Я не скажу, что когда описывают нам даже люди, позитивно относящиеся вот к двум последним президентам, когда они описывали их качество, они ставили это на первое место. Описывали их в этих терминах. Да, они не на первое место ставили эти качества. На первом месте, там, скажем, был интеллект. Вот. Так вот, запрос в этом смысле, да, запрос на честность есть, потому что мама ребенку говорит, будь честным. Мигалки и так далее, это был запрос на другое. Хватит нас считать за бытво. Да. Вот, да. И вот это, вот против этого. И мигалки и фальсификации на выборах схожи только в том, что и тут, и там, утрись, уйди. Тебе сделают как надо. Вот. Вот на это была реакция. Это другая вещь, а не честность. Честность тут где-то стоит рядом, но это против произвола протеста. Алексей, такой вопрос. Ваше последнее исследование зафиксировало одну, среди прочего, очень важную вещь. Как на то, что происходит с Сердюковым, то, что происходит с Пановым и так далее, реагируют сами чиновники. Да. Может быть, мы как бы ищем не там, где нужно искать, может быть, как бы, прошу прощения за иностранное слово, месседж был адресован не электорату в широком смысле слова, а своим, чтобы затрепетали, и затрепетали ли они. Ну да, мы тут разбираемся, а на деле это как бы реальные пацаны разбираются наверху, а мы тут вообще гадаем на кофейной гуще. Вот знаете, тут тогда так, я за, как говорится, за пацанов, я отвечать не могу, они не попадают в наши опросы, и даже методами, над которыми я работаю, там, индивидуальные интервью, в общем, ну, очень трудно. Они за облаву, да, они не идут на контакт. Мы для нас досягаем средний уровень такие элиты массовой элиты, в особенности провинциальной. Ну там, по-вашему, появляется какой-то... Но, понимаете, их напугать можно, я не вижу зачем, чего они, они в меру лояльны режиму, персонально Путину тоже, ну, то есть они, ну, для них это естественный порядок вещей. Им удобно, что вот, ну, кто-то, кого они знают, стоит там, где они, на известном месте. Вот. Через него идут какие-то там дела, это вот, спокойствие для них гораздо важнее, чем все другое. Поэтому их сейчас вот ворошить, поднимать, пугать. Ну, вот интересно, смотрите, мы заходим же, как бы, две итерации того, что мы проговорили. Первое, что со стороны населения, вот, как говорит Алексей, нет такого сильного запроса на борьбу с коррупцией, какого-то, который еще сильно проявился. Со стороны элит тоже, вроде, их не нужно дисциплинировать. Любовь, у вас есть какое-то, так сказать, более, может быть, объяснение исчерпывающее? Да, прокомментировать, уточнить, наверное, потому что Алексей как раз говорил, что нет, не то, что нет запроса на борьбу с коррупцией, а что запрос был всегда, да? Запрос был на честного, порядочного лидера всегда. А сейчас что поменялось, наверное, потому что люди разуверяли, что там есть кто-то честный. Мы всегда думали, что Путин не знает, кто-то другой не знает, вот у меня там жулик местный там все своровал, все распилил, но там-то есть другие люди, вот они приедут, если они разберутся и так далее. Сейчас вот эта вот вера, потому что там где-то есть порядочные люди, которые могут еще наладить ситуацию, она ушла. Поэтому люди как раз, и люди как раз, почему выходили на площади, я выходила на площади и еще выйду на площади, как понимаю, люди выходили не потому, что как раз хотели системных каких-то изменений, поддерживая то, что предыдущее было сказано, хотели изменения вот этих правил игры. Сейчас, условно говоря, меняются эти игроки, и это видят люди, их трудно очень обмануть, потому что я также смотрела за рейтингами и опросами проводили. И когда вот началась эта история с Сердюковым, рейтинг Путина пошел вверх, но потом, когда Сердюкова не привлекли ни в каком профессиональном статусе к этому делу, он стал снижаться опять. То есть люди видели, что вот это какие-то другие разборки, но это не борьба с коррупцией, это не дойдет до того конца, который они хотят видеть. Борьба с коррупцией, что это такое, смена людей наверху или смена правил игры? Вот сейчас вот Любовь Собель считает, что это смена людей, но не смена правил. А что вы по этому поводу думаете? 65, 10, 99 и 6. Позвоните нам и скажите. Вот то, что сейчас происходит, это реальная борьба с коррупцией или имитация? Верите ли вы в эту борьбу с коррупцией? А мы уйдем на перерыв. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня мы говорим о борьбе с коррупцией. Что это такое? Имитация, симуляция или признаки некого нового надвигающегося политического порядка? У нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада Центра, и Любовь Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией. И мой соведущий сегодня Роман Баданин, шеф-редактор сайта журнала Forbes.ru. 65, 10, 99 и 6. Верите ли вы в борьбу с коррупцией, которая сейчас происходит? Код Москвы 495-65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите. Ну, я пока-пока сейчас еще проходят ваши звонки. Вот что я хочу спросить. Может быть, это все как бы из номинации стерхов вообще идет? То есть мы пытаемся понять некую вещь, которая в принципе является нерациональной. То есть, может быть, что-то такое происходит в голове, в головах центральной власти из серии вот этого вот взбесившегося принтера и полета со стерхами, что мы, как бы, так сказать, происходит некий неадекват глобальный, как вы считаете? Ну, это могу... Роман. В эфире? Да-да-да. Да-да-да. Вы понимаете, может быть, думают по старинке. Оборотни с погонами, канун выборов, дай бог памяти, по-моему, седьмого года, по-моему, помогли. Ну, практика показывала, что это помогало. Сейчас, ну, сейчас я понимаю, что у нас невыборный цикл, и вообще, как бы, выборы вещь сомнительная в нынешних условиях. Но прежде это помогало. А в остальном, ну, поручиться за голову человека в голове единственного, где все происходит, я не могу. Ну да, да. 65-10-99-6. То есть, звоните нам и скажите, верите ли вы в реальность происходящей борьбы с коррупцией? Дмитрий. Да, добрый вечер. Да, слушаем вас. Я с интересом наблюдаю за происходящим. И как бы это сейчас ни шло, как бы ни начиналось, но чтобы... Если будет результат, чтобы он закрепился, все равно надо, чтобы были изменены правила. Я подсчитаю. Ну, вот то, что сейчас произошло, вас убеждает то, что, так сказать, какие-то идут системные смены? Ну, вот, знаете, извините, начну издалека. В свое время собирали пожелания Путину, когда он снова стал президентом, да? И я посмотрел на это же радио, и сказал, что если он победит коррупцию, ну, не важно даже, там, другой бы президент, да, если он хотя бы победит коррупцию, это уже будет большое достижение, независимо от того, как, ну, там, насколько мы доверяем тому, как этот человек стал президентом. Вот, поэтому, как бы он ни начал, если он это сделает, это будет здорово. Вот, но пока не ждем, чем это закончится. Но чтобы это зафиксировать, просто сейчас это все равно выглядит, как воля одного человека, а воля может поменяться. Ну, понятно, да, что ему захотелось. Спасибо. 65, 10, 99, 6. Верите ли вы в путинскую борьбу с коррупцией? Виктор. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, то, что изначально посылы были борьбой с коррупцией, я, конечно, в это не верю. Вот. Ну, по своей, так сказать, по своему жизненопыту. Ну, знаете, вот, что я хочу сказать. Тут опасность в чем? В том, что вот эти, так сказать, факторы могут... Что сделать, вернее, посадят одного, или там начнут прижимать одного, и один клан начнет мстить другому. Тот, в свою очередь, свои действуют. И это приобретет лавинообразный, так сказать, характер, и очень большая часть населения под эту лавину может попасть. То есть вы имеете в виду, что могут уже и какие-то невиновные люди, что это пойдет машина в раскрутку, и эта дубина начнет мочить налево и направо? Ну, да, ну, потому что, по большому счету, это разборки, так сказать. Вот в результате, какие формы эти приобретет и масштабы. Если приобретет формы и масштабы соответствующие, то мало не покажется всем. Понятно, понятно. Спасибо, Виктор. Ну, давайте еще вас запомнимем один звонок. 65 10 99 и 6. Верите ли вы в путинскую борьбу с коррупцией? Василий. Алло. Да, Василий, добрый вечер. Вы в эфире. Да, добрый вечер. Знаете, с одной стороны, хотелось бы в нее поверить. Вот, а с другой стороны, вот сейчас вот предыдущий оратор сказал насчет борьбы кланов. Помните, был такой фильм «Гонти и крушение империи»? Да. Там же на закате Византийской империи, собственно, как раз происходила борьба кланов. Не знаю, чем это было мотивировано, борьбой с коррупцией или нет, но так или иначе, в общем, они друг друга съели, и, кстати, все пропало. Ну, коррупция, да, там была серьезная. Да, да вот я боюсь, что не привела бы вот эта борьба с коррупцией, конечно, в итоге, к крушению империи нашей. Поскольку в яростной борьбе они друг друга порубаются, действительно, нам много чего прилетит. С этих разных расходов. Хорошо, так вы считаете, лучше бы ее не было, что это раскачивает лодку? Ну, смотрите, а вопрос, что такое коррупция? В Америке это называется лоббизм, так ли? Ну, помилуйте, когда распиливают миллиарды долларов, там, на саммитеатез, на Сочи. Конечно, конечно, стоимость надо иметь. Какой лоббизм? Пилить аккуратнее, что ли, там, ну, я не знаю, у нас из испокон веков все на этом построено. Нет, я против коррупции, честное слово. Вы против? Но построено у нас из испокон веков на коррупцию. Но с другой стороны, а как работать-то иначе? Вот скажите, вот у нас все так-то иначе привыкли вот к этим действиям. Кто все? Вот я не знаю, например, вот, Василий, я не привык к этим действиям. Я лично как бы нигде и думаю, что здесь присутствующие в студии не берут системно нигде взяток и не участвуют никаким образом в коррупции. Просто не дают, и не было возможности, вернее, даже невозможности, не было повода для этого дела. Нет, я думаю, Василий, здесь немножко другие причины морального свойства. Да, Алексей. Да, Алексей, вот голос Vox Populi. Да, Vox Populi правда говорит. Штука в том, что наша система, экономическая система, как бы ее ни называть, там, социализм, капитализм или помесь, она построена таким образом, что в ней неформальный элемент играет колоссальную роль. Он вообще везде и всегда есть, но у нас он играет ключевую роль. Его, так сказать, заглушить, уничтожить — это остановить систему. Такие эксперименты делались, между прочим, в Грузии. Делались не при нынешней власти, а еще при Эдуарде Шварнадзе. И это привело к остановке экономики Грузии. Можно этого избежать только, если изменить систему, построить ее на других принципах. Вот почему сейчас вот эта вот борьба с коррупцией, даже пусть самые чистые помыслы есть у этих борцов. Пусть они не хотят себе там взять ничего. Они, очистив вот сейчас поляну от коррупционеров, они вынуждены будут ее заполнить другими людьми, которые будут заниматься такой же коррупцией или другой. Система не будет работать, так сказать, в чистом виде. Она этого не может, потому что она устроена на таких принципах. Ее надо сначала перестроить. Между прочим, если она будет перестроена, то те же люди, которые сейчас берут взятки и так далее, они просто сами будут работать по-другому. Они будут получать предпринимательский доход или еще что-то такое. Вот как это может быть сделано. Любовь, ну тогда скажите, что же... Я буду полностью согласна. Я хочу сказать, что нужно перестраивать именно принципы. Именно нужно перестраивать принципы, а потом уже как раз сажать людей, которые уже по этим нормальным принципам, нормальной системе, уже в виде исключения не хотят работать. Сейчас как раз система построена так, что как раз в виде исключения это честные люди, которые не дают взяток. Конечно, но то, что вы говорите, фактически то, что наш слушатель сейчас сказал, это оправдание этих людей. Что же нам с ними не бороться? Это не оправдание, это данность. Нет, бороться, конечно, нужно. Но просто мы когда боремся, мы говорим, что мы должны бороться с причинами, а не следствием. Вот эта взятка, да, человек, который дал гаишнику, это плохо, это преступление. Но это следствие вот этого системы. Нужно бороться с ее причинами, и потом уже волнообразно пойдет обновление всего общества. Сейчас мы говорим о конкретном, вот об этих вот случаях. Нам что это, не поддерживать, смотреть, так сказать, с ухмылкой, говорить, мы все понимаем, что это наверху кланы. Смотрите, Виталик пишет, даже такую борьбу с коррупцией надо поддерживать всем, крупными буквами он пишет. Так как и чиновники, не попавших под борьбу кланов, уже уволенных, будут теперь осторожнее. Нужна смена тренда на карьерный рост не самых наглых, вороватых, а честных. Полностью согласна, что нужно обновлять систему, и что согласна, что сейчас вот эти вот разборки, даже внутри клановые, они играют на руку честным людям. Они играют на руку тем людям, которые хотят жить без коррупции. Потому что вот эти вот клановые разборки, они все равно систему расшатывают. Очень плохо, когда она монолитна. Когда она монолитна, коррупционна, когда там нет как раз никаких конфликтов, когда все объединились за одной целью, и вот так вот по одному курсу идут. Вот когда эта система, когда вот как раз один жулик грызет другого жулика, вот эта система расшатывается, это очень хорошо, потому что это возможность для этой системы измениться, как лучше, так и худшую сторону. Ну да, то есть маргинальная выгода от этого есть. Да, империя рухнет или империя возродится и обновится, вот это уже второй вопрос. Но то, что это хорошо, что вот эта вот как раз система расшатывается, я думаю, что это замечательно. Потому что чем хуже, тем лучше. По принципу Мао, да. Я с любовью согласен отчасти в том вопросе, что, понимаете, вот эти истории, вопрос Сердюкова, вопрос Панова, они позволяют задать дополнительные вопросы. У меня про Сердюкова, Евгению Васильеву и всю группу схваченных на этом деле людей есть конкретный вопрос. В принципе, все эти люди подпадали под все проверки, учрежденные предыдущим президентом Дмитрием Медведевым, инициированную четыре года назад и выражавшуюся в очень многом. От начала декларирования доходов и имущества, в принципе, и Сердюков, и Васильева в должности, когда она занимала пост в Министерстве обороны, подпадали под декларационную кампанию. В принципе, все их действия должны бы были быть проверены комиссиями по конфликту интересов и служебной этике. Это тоже прописано в законодательстве, и любовь, как человек, создававший распил, должна все это знать. В принципе, у меня есть вопросы к тому, что было с этими людьми на протяжении четырех лет. Как они прошли все фильтры? Вы не поверите. Вообще вопрос вот этих четырех лет Медведевской антикоррупционной кампании, он феноменальный. Мы сегодня пытались посчитать, сколько это стоило. Вы не поверите. Например, был такой национальный антикоррупционный план. Там был феноменальный пункт. Каждый регион должен был принять двухлетние планы бюджетные по борьбе с коррупцией. Расходы на это варьируют от региона к региону. Там диапазон примерно от 0,5 миллионов рублей до 80 миллионов на два года. В принципе, тратятся они в основном на два пункта. Это создание общественной нетерпимости к коррупции. Первый пункт. Он подразумевает какие-то действия. Я подозреваю такие же передачи на региональных отделениях в ГТРК. И второе это антикоррупционная экспертиза. То есть привлечение экспертов для, например, анализа, значит, проектов, нормативных документов. Где, куда ушли эти деньги за 4 года, если мы пришли вот к лету этого года, к стране, где главным коррупционером в СИЯ РФ был Илья Фарбер. То есть если мы сейчас вспомним самый большой срок последних лет по коррупционному делу, а именно получение взятки, мы получим, что у нас главный коррупционер в стране, получивший 8-летнего строгача, сельский учитель Илья Фарбер из Твери, который как будто бы попался на какой-то липе. Будем откровенны. Он получил самый большой коррупционный срок. Куда делись вот эти 4 года, если после них в течение одного месяца вдруг возникают откуда-то из-за кромов МВД дела никому неизвестные, появляется квартира в молочном переулке. Ну, это... Ну, то есть, понимаете, всем все понятно, всем все очевидно. Ну, главное, действительно, что вот эти деньги тоже освоены на борьбу с коррупцией, тоже коррупционные. Вот, вот это как это армянское радио, да? Будет ли Третья мировая война? Третьей мировой войны и не будет. То есть распилили на распили, это да. Да-да-да. Гениально, гениально. Под знамением борьбы с коррупцией и уворовать еще денег. Да, а можно минимум большую ремарку? Да. К раз к этому выступлению я хотела сказать, что эти совершенно две разных компании. Антикоррупционная компания, которая проводилась с Медведем, которая до сих пор проводится в виде там законопроекта, который сейчас в Госдуме находится о контроле за расходами чиновников и так далее. То есть то, что 4 года он до этого продолжал. Совершенно другая история. Это была фейковая такая антикоррупционная компания, которая, да, якобы целью ставила борьбу с коррупцией и так далее. Сейчас эта история другая. То есть это компания, но не антикоррупционная. Это даже не эту ширму антикоррупционной компании. То есть это вот совершенно какая-то другая история. И настоящей такой антикоррупционной компанией в полном смысле этого слова наша власть, боюсь, уже не осуществит. То есть первый дозвонившийся слушатель, он как раз говорил, что он еще надеется, что Путин будет бороться с коррупцией. Ему все равно, как он пришел к власти, но если он будет действительно бороться с коррупцией, его это устроит. Я боюсь, что хочу разочаровать и сказать, что не будет он бороться с коррупцией. Вся вот эта система, она завязана на ней. Это клей. Это клей этой системы. Поэтому вот если это пойдет разброт и шатание на более низкие уровни, это будет уже какой-то массовый характер по России, вот эта система, она рухнет. Это власть, да, она поменяется. Вот эта вот иерархия, она распадется. Эта иерархия завязана на коррупции. Потому что советская власть боролась бы с коммунизмом. Да, примерно то же самое. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, верите ли вы в путинскую борьбу с коррупцией? Игорь. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я уже некоторое время вышел на линии, поэтому... Да, мы видим. Спасибо. В большой степени, к счастью, уже это прозвучало. Ваши замечательные гости сказали насчет того, что лучше, конечно, раскачивать, потому что, может быть, удастся раскачать нужную сторону. Потому что ясно, что это не настоящая компания, но хотя бы можно укрепить свои позиции за них граждан. Да? Да. Ну, вы знаете, я хотел бы сделать ремарку, которая косвенно прозвучала, мне кажется, она важная. Вы знаете, какую бы компанию я бы поверил? Вот совершенно точно поверил бы. Если бы она началась с реформы судей. Если бы она начала с реформы судей. Потому что, в факте, все упирается. Мы сейчас говорим об этом, что посадили человека или нет, наказали его или нет. Но кто решает? Это же не президент решает. Ну, то есть, в факте, конечно, решает сейчас власть. Но это должна решать судебная власть. Но у нас полное сращивание судебной и исполнительной власти. Поэтому любая, абсолютно любая антикоррупционная инициатива до того момента, пока не приложено усилие к разделению судебной и исполнительной власти, она будет обречена на провал и будет подделка. Согласна, Игорь. Спасибо. Вы знаете, здесь не могу не удержаться. Я выписал замечательную цитату. Кашин сегодня на Open Space написал такой хороший, про вот как там люди плачут на телевизоре. Вот. И вот об этих слезах плачущие не большевики, называется статья. Он там написал, что они ведь действительно думали, что застрахованы от всего. А когда поняли, что они застрахованы, оказалось, что и бежать-то особенно некуда. Мог бы помочь независимый суд, но нет суда. Мог бы помочь парламент, но нет парламента. Нет вообще ничего, что могло бы застраховать от такой ситуации, когда приходится плакать по телевизору. Согласна. Полностью читала замечательную статью Олега Кашиной. Как раз вот мы говорили уже об этом. Как раз нет инструментов, которые будут работать. Потому что сейчас вот эта вся кампания начинается с телевидения, со СМИ с одного к освещению событий. Вот эти вот следственные органы, суды, они здесь как-то ни при чем. Они здесь уже играют второстепенную роль в закреплении каких-то других. Вот эта вот вся история уже как бы на бумаге. Верите ли вы? Можно я хочу подчеркнуть одну простую вещь? Вот очень многие у нас думают, что вот демократия — это то, что хотят демократы. А вот рядом живут там бюрократы и так далее. Им это не надо. Близится день, когда станет ясно, что демократия — это для всех. И она только тогда и есть, когда она для всех. И для хороших людей, и для плохих. И она не очень хороша для хороших, но она довольно хороша для плохих. Она лучше, чем... И так далее. Вот. Это не то, что вот там, значит, себе хотят, вот тут как бы перетягивают одеяло. Это одеяло для всех. Согласен, да. Еще в результате даже некоторые предполагают, что на трибуне оппозиционеров окажутся эти люди. Да, как, собственно, там, Гудков пришел в свое время на трибуну оппозиции. Так, глядишь, и Сердюков появится. Вот. Тоже он скажет. Не обязательно Сердюков, но совершенно не для исключения таких вариантов событий. Я Анатолий Сердюков, и мне есть что терять. Ну, Кудрин-то ведь на трибуне появлялся, но вот Сердюкову тоже, говорится, теперь пора. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, верите ли вы в путинскую борьбу с коррупцией, и мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер. Сегодня у нас археология Forbes. Мой соведущий Роман Баданин, шеф-редактор сайта Forbes.ru, и говорим мы о коррупции. Наши гости Алексей Левинсон, Левада-центр, и Любовь Соболь, фонд борьбы с коррупцией. 65, 10, 99 и 6. Наш телефон для связи, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, верите ли вы в путинскую борьбу с коррупцией. Сергей, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы сказать, мне представляется так, что наша вертикаль была немножко похожа на китайскую модель, в которой чиновнику так неформально позволялось немножко пристроить родственников, немножко заработать себе на домик в Париже. Да-да-да, как-то маленькая площадь-то маленькая, как говорила одна наша ребенка. Всего 200 метров в Париже. Но от него при этом требовалось, чтобы вода по трубам циркулировала, ракеты, чтобы летали, в общем, чтобы уверенно ему область все-таки более-менее работала. В отличие от Китая, где все это строится на некой такой партийной солидарности, ответственности перед партией, у нас, по-видимому, до сих пор ставка делалась на какое-то наличное отношение и личную лояльность. Я вот надеюсь, что сейчас практика наших последних дней с глонасами, ракетами и всем прочим, она показывает, что ситуация зашла до такого уровня, когда уже под вопрос ставится просто физическая жизнь государства как техническая система. Да, инфраструктурно, вы правы совершенно, Сергей, да. Уже, понимаете, деньги украдены, освоены и распилены, даже площадь Парижа построена, а в государстве ничего не работает. Вот даже, я думаю, вот сейчас то, что с этим происходило, с трассой Россия, да, так как все символично, Москва-Петербург, это же то же самое, я думаю, та же коррупция, те же украденные деньги, под которые дорога и осталась в том состоянии, в котором была во времена Радищева и Маркиза Кюстина, нерасчищенная. Да, и, возможно, кто-то задумался, сказал, окей, сегодня у нас не полетела ракета, не улетел спутник, а завтра окажется, что какой-нибудь там восточный поток, который мы 10 лет строили, оказывается, там все уже буреном поросло. Да, да. Да, я думаю, на этом уровне, да. Спасибо, Сергей. Очень верно, по-моему, Сергей вот замечает, что действительно вся эта борьба с коррупцией прикрывает тотальный распад инфраструктуры государства. Вот это, конечно, очень печально. Валерий, слушаем вас. Алло, да-да. Алло. Мое мнение следующее, что, во-первых, слишком мало, конечно, действий, чтобы увидеть за ними систему или там борьбу с коррупцией. Я не то, что не верю, я иначе трактую все, что происходит сейчас. Я думаю, что президент пришел к власти, дав очень много обещаний, поставив какие-то серьезные задачи, наверное, себе, обществу и понимает, что при таких вот масштабах, во-первых, власть-то неоднородная, там вверху могут быть и какие-то в команде вполне нормальные, ответственные люди, но в целом чиновничий класс, так сказать, вот в широком смысле, кто проводит решения, ну там же невозможно себя контролировать и там все, что угодно может быть. И, скорее всего, так вот люди пользуются своим положением, в общем-то, и присасываются каким-то денежным потоком и так далее. Это стало нормой жизни у нас вообще сквозняком. Поэтому для власти, я имею в виду самой высшей власти, состоит задача, а как же дальше реализовывать грандиозные планы или обещания, это опять же движение, во-первых, денег, во-вторых, выполнение определенных обязательств, просто выполнение тех поручений и задачи, которые власть диктует дальше исполнительному корпусу чиновников. Так вот, я думаю, вот этими отдельными вещами я не столько вижу здесь борьбу кланов, у нас конспирация, конспирология вот в этих моментах запредельная, мы настолько неоткрыты обществу, мы не понимаем, что делает власть, она не объясняется, и вот начинается гадание кассейной гуще. Я думаю, что просто высшая власть понимает, что надо дать понять этому чиновничью классу, что он должен, грубо говоря, приструниться и начать заниматься делом. Ну, понятно. То есть вы видите все-таки некую интенцию верховной власти в том, что она хочет какие-то сигналы кому-то послать. А попутно, я заканчиваю, да, попутно, может неплохо попробовать и рейтинг себе поднять, может быть, что там заговорить. То есть это такая, там люди ведь не глупые сейчас. Ясно. Вот на такую реакцию они рассчитывают, вот такую реакцию они ждут, что да, люди не глупые. Что да, там честные люди, которые хотят изменений, которые хотят строить, которые хотят там что-то развивать, модернизировать, они как раз избавляются вот от людей, которые препятствуют. Позвольте, Путин означил Сердюкова, Путин означил скрынник. И говорить о том, что эти люди когда-то действительно работали нормально, а вот сейчас у них появились какие-то огрехи, их просто увели из этой системы, это наивно. То есть как работал Сердюков еще пару месяцев назад, так же работал и пару лет назад. Соответственно, ничего не поменялось. То есть это не попытка вывести неэффективных людей, это как раз треклановые разборки и попытка как раз распределить вот эту власть и влияние. Да, да, да. Вот я тоже мне задел, что там наверху люди не глупые. Для меня это не является аксиомой, что наверху люди не глупые. Есть только, по-моему, извечный Российский миф. Хорошие цари и плохие бояре. Да, но Путин вот на своем месте сидит и с этими же людьми собственно работает годами. Уже Путин у нас 12 лет и... Он ждет, наверное, скажу. Да, он ждет. Он даже как Иванов ждет и скажет, а я все видел, я наблюдал, только вот я... А сейчас я говорю, да. Чтобы они уже окончательно проворовались в 2024 году, нам Путин скажет, все, вот сейчас они уже себя показали, дальше отступать некуда. Позади Москва. И, Александра, давайте еще возьмем звонок. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Вы знаете, по-моему, нации настоятельно нужна таблетка от короткой памяти, потому что было дело подмосковных прокуроров и кто теперь о нем помнит. И вот нация как будто бы ударилась в богоискательство, но там же написано, что по делам их узнаете их. А тут, в общем-то, дел не видно, пока одни слова. Да, да. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Согласен, согласен, Александра. Я тоже согласен. Спасибо. И вот, кстати, у нас сорвался один звонок, не дождался к жизни не слушатель, он писал, вот он как раз хотел, по-моему, поговорить об игровых автоматах, которые снова открываются в Подмосковье и, так сказать, собственно, действительно, где-где три кита, где посадки по трём китам, где посадки по подмосковному этим самым крышевавшему казино и так далее. Все это настолько смешно. Мне кажется, что после Нового года мы так сядем здесь в этой студии, посмотрим друг на друга и посмеемся. Какой Сердюков, какая Васильева, какие золотые унитазы. Алексей. Я вот хотел, мне очень нравится предложение, так сказать, не забывать прошлое и я предлагаю обратиться к прошлому, давнему. Вот сейчас создание вот какого-то министерства по Дальнему Востоку, это очень похоже на создание Сибирского приказа. А как строились эти приказы, как строилась в это время власть? Тогда не было собственно коррупции, поскольку человек, который назначался куда-то там тем или иным управителем, так сказать, воеводы, он мог брать себе столько, сколько он считал по каким-то причинам можно. Это было кормление. Жалований у него не было. Да, жалований не было. Отличие нынешнего состоит в том, что жалование есть, но кормление предполагается. Предполагается. Чем ближе мы возвращаемся к этой системе, тем меньшую роль играет жалование, тем большую роль играет кормление. Если говорить о том, что в народе думают, то одним из средств борьбы с коррупцией считается повышение заработков чиновников. Надо им дать, в общем, закормить их деньгами так, чтобы они не крали. Это такая вот идея, что если приходит, скажем, мэром города бизнесмен, ну хорошо, он воровать не будет. Воровать не будет. Или тот, кто уже наворовался на одном месте, ну вот он... Я считаю, что это следствие деморализации нашего общества. Что не крадет тот, у кого денег много, у кого мало, он непременно должен воровать. Я думаю, крадут не от того, что денег мало, а от того, что совести нет. Да, именно так. Получается, согласно, такой миф, потому что мы видим, что сейчас зарплата повышается, все равно ситуация не меняется, и у судей зарплаты были всегда большие. При этом коррупционная составляющая, вот работа с российской судебной системой, она всегда была высокая, и зарплата у них высокая, и гарантии разные, социальные выплаты и так далее, очень большие. Вы знаете, вот я здесь хотел бы вернуться к тому, что Александра предложила, вспомнить историю. Давайте вспомним нашу историю, советскую, середины столетия. А вот в этой во всей борьбе не может ли так получиться, что здесь есть такой, вот Васька слушает, да ест, имплицитно выигравший вот этот весь силовой блок, который вообще непрерывно выигрывает весь последний год, начиная с... Почему же год, позвольте. Ну да, нет, ну хорошо, не год, а начиная с 99-го года, но активно выигрывает, понимаете, я имею в виду здесь уже, так сказать, на законодательном уровне, учитывая те законы, которые были приняты с Госдумы, учитывая те фантастические следственные бригады там по болотному делу, сейчас уже, понимаете, какие чистки, в Питер пишут, там следственная бригада, 300 человек с ОМОНом, СОБРом приехала, все такие, так сказать, крупные силы движутся. Вот, силовиков, какое ваше мнение, Роман? Смотрите, к истории, окей, но не к российской, не к советской, а к китайской, мы вот с Алексеем это только что обсуждали, у нас нет реально существующей возможности ротации элиты, ну нет, ну выборов же у нас нет, нет ни на каком уровне, соответственно, никак поменять чиновника невозможно. Какие инструменты для этого задействуют? компаниейщина, силовая компаниейщина, основанная на, не знаю, если есть развитые силовые органы, на работе силовых органов, если есть СМИ подконтрольные, добавляются к этому пропаганды в СМИ, а есть реальная опасность, если не, то, как вы это назвали, силового переворота, то, по крайней мере, хунвейбинчины. найдутся ли вот эти вот молодые, голодные и злые, кто может взять на себя функции чистки старой элиты, огонь по штабам, да, да, и прийти на ее место, не знаю, в виде хунвейбина, дзиофани и так далее, но, как бы, это такая возможность, опасность, такая опасность существует. Ну да, да, вот я тоже думаю, что, так сказать, тихоря, хотя там, конечно, да, Алексей, очень сильная подковерная борьба, что, так сказать, следственный комитет, что ФСБ. Ну да, я думаю, что будущие историки, вот нынешний период нашей истории как раз опишут, как такой период тремуфа всяческого рода тайных служб или там, как теперь говорят, спецслужб, вот, и эти службы давным-давно, так сказать, ушли от своих, ну вот как у нас ходят по улицам люди в камуфляже, при отсутствии необходимости, значит, прятаться там от кого-то, и этот камуфляж вообще говорят Д, камуфлируют, вот так точно эти вот спецслужбы, они перестали заниматься спец, чем-то там спец, а они занимаются вот как раз наоборот всеобщим, и ну это такая жизнь вывернутая наизнанка, сколько нам еще вот так жить, а вот такой вопрос, как на это могут отреагировать элиты, потому что, ну я не знаю, сейчас мы, конечно, опять-таки за самую верхнюю элиту, наверное, не можем сказать, но может быть появится некий такой элитный страх, и вот то, что возможность было вот в этих сценариях Минченко в том году заговор элит, некий появятся, некие призраки октябрьского пленума, такого там, 64-го года. Может быть, скорее из страны убедутся. Да, я думаю, что... Это проще. Да, 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 да. Не так опасно. Не так опасно. Кто-то сказал, так сказать, в афористической форме, сменить страну легче, чем изменить страну. Слушайте, да, это надо записать. Пока форточка открыта. Сменить страну легче. Страшные слова. 65-10-99-6. Давайте еще одно окошко откроем для наших слушателей. Как вы считаете, нынешняя борьба с коррупцией это имитация или действительно что-то реальное, какая-то здесь появляется новая политика? Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. Коррупции, конечно, тут нет вообще. Это чистка самая обыкновенная. Связана она с тем, что просто время, то есть, что-то предупредительное время сегодня находится у власти. Время от времени чистится ближний круг. Это происходит во всех режимах такого типа. Ближайших это Лукашенко, где такая чистка происходила не так давно. И это все латиноамериканские диктатуры, это и Сталина и Дитлера, и кого вы хотите, возьмите. Эти 10 человек, которые правят страной, они опираются на определенные близкие элиты. Эти элиты прогнивают по мере того, как они... Ну, они не от того прогнивают, что они что-то не то делают, потому что там воруют все. То, что вы называете коррупцией, это на самом деле просто способ управления. Это действительно кормление, и так по этому построена вся власть. Они прогнивают время от времени, они уже, кстати, бросают жирком, они уже думают и смотрят, поглядывают в разные другие стороны. И нужно действительно на их место привести молодых и новых, которые будут всем обязаны, которые будут свежие, которые еще не наелись, на которых можно будет опереться на очередном витке власти. И вот что, с моей точки зрения, происходит сейчас. Понятно, Сергей. Спасибо. Четко формулируете. Очень классно. Знаете, можно просто слушателей обзванивать и, собственно, да, составить очень хороший экспертный пул. Дмитрий, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, хотелось бы сказать пару слов по поводу той области, в которой я работаю и вот именно что касается непосредственно коррупции. Вы знаете, мне кажется, те меры, которые предпринимаются, я не беру в пример отставку Сердякова, а вообще, в принципе, те моменты, которые пытаются как-то вот изменить ситуацию, в том числе и в промышлении в нашей стране, они запаздывают лет на 5-10, а то и 15 каких-то областей. И даже возникает такая ситуация, что, ну, не хотят чиновники, допустим, воровать конкретно, да, но у них просто другого выбора не получается, не остается. Почему? Потому что, ну, вот, яркий такой пример, одно из министерств, не буду знать, какое сейчас очень щедро финансирует определенные программы по производству неких изделий, например, да, в частности, что касается области энергетики. Причем финансируем действительно очень щедро и правильное. Ну, с учетом финансирования собственника этих предприятий. Так вот, ситуация такова, что не могут ничего сделать в предприятии по той программе, которую предлагает наше правительство. Потому что, ну, по многим причинам, прежде всего потому, что заводы, которые смежники, они уже просто не работают, они уничтожены. Вот, и приходится вот это финансирование, которое там есть. Ну, не знаю, куда оно уходит, но по факту конкретной железки в конце, наверное, уже все-таки не будет. А деньги, тем не менее, будут потрачены, и поэтому... Понятно. Да, в министерстве люди стараются что-то сделать, а уже просто не могут, потому что физически никто в России этого сделать не может. Ясно, спасибо, спасибо. И, Антон, служим вас. Да, добрый вечер. По пункту текущей ситуации, вот согласен с Сергеем, который выступал, то есть это больше похоже на текущие разборки, а как бы хотел следующую, как мне кажется, важную ремарку сделать. Очень коротко, у нас буквально последние минуты в эфире. Это на самом деле, вот проблема коррупции, как таковая, если ее решить в отдельности от всех существующих проблем, ничего не решит, потому что там, например, с моей точки зрения, допустим, мы там представим, что вот мы победили коррупцию, у нас все чиновники стали честными. Но существующие законы, которые там, два правильных закона, могут друг другу противоречить, и которые вот эти честные чиновники начнут исполнять, действительно, в этом случае, там, то, что говорилось несколько раньше, что они действительно перестанут работать, потому что вот бизнесу не будет нельзя ничего, потому что по одному закону можно, по другому нельзя. И как мне кажется, что как раз наверху это поднимают. И вторая ремарка, то есть, что нельзя это делать резко, потому что иначе... Ну, понятно, понятно. Извините, да, Антон, на вторую уже времени не останется, потому что у нас буквально одна минутка остается. Ну что, мне кажется, в Окс Популе наш голос слушателей достаточно очевиден, что реальной борьбы с коррупцией никто не видит. Буквально в последнюю минуту я хочу спросить, Любовь, а как, с чего вот, так сказать, если реально начинать борьбу с коррупцией, какой бы первый шаг вы сделали буквально за 20 секунд? Первый, это обновление судебной правоохранительной системы. Именно как раз начинать с силовиков, которые сейчас, скорее всего, будут начинать, которые, если до них дойдет, то дойдет точно в последнюю очередь, вот эти отголоски, эти компании. И как раз начинать нужно в первую очередь с системных инструментов, обновление именно их, для того, чтобы потом уже они через них обновлялась вся система. Ну да. То есть суды и правоохранительные органы. Суды и правоохранительные. Согласен. И да, как, собственно, в том анекдоте про сантехника, который звали знать трубку, тут всю систему менять надо. Ну что ж, благодарю вас за участие в этом эфире. Это Любовь Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией, Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, мой соведущий Роман Баданин, я ваш верный археолог Сергей Медведев. Это была программа «Археология», продюсер Дина Турбовская. Доброй ночи и удачи!